Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас будет очень интересный обзор. Мы поговорим с вами про линзы. А именно про цветные, очень красивые линзы. Такая красивая коробочка пришла из интернет-магазина Тититэй. И здесь у нас с вами набор линз мы уже вскрыли. Она мне терпелась с Ксюшкой. И она меня прям бросит быстрее снять обзор, потому что смотрите, какая здесь красота. Вот так называется интернет-магазин. Я вам ссылочку обязательно оставлю. Мэри Крисмас к празднику приуроченная. Вот такая вот здесь прелесть. Здесь у меня 4 цвета. 4 цветных пары линз. Вот такие коробочки. Я буду делать это, девчонки, впервые. Поэтому, надеюсь, вы разделите со мной этот опыт. Если что-то буду делать неправильно, обязательно подсказывайте. Вот они, 4 коробочки. Так. И вот такие здесь мимишности, подарочки. Ксюшка уже у меня хочет их скорее забрать. Смотрите. Такой милый-милый боксик. С вот такими вот приятностями. Смотрите, какая прелесть. Это, наверное, наклеечки у нас с вами. Я так понимаю. Сейчас. А, это диск. Сейчас распечатаем с вами все. Посмотрим. Так. Так, вот они, 4. Так. И у нас здесь что с вами? Вот это уже, наверное, наклеечки. Да, это наклеечки красивые, яркие, сочные. Смотрите, какая прелесть. А это у нас с вами инструкции. Я приблизительно понимаю, точнее, я понимаю хорошо, как их нужно одевать. Нам обязательно нужно с вами помыть руки с мылом. Как правильно брать линзы, как они должны выглядеть. Видите? То есть правильная форма. Вот так. Должны вытереть руки полотенцем. Лучше таким вот безворсовым, чтобы ворс в глазик не попал. Как правильно прикладывать, раздвигать века. Да? Кому как удобно. Кто как вообще надевает. Я посмотрела обучающие ролики. Кто как. Кто сразу на зрачок кладет, кто просто куда положится, а потом встает на место линзы. А вот так снимать уже. Нам нужно снимать. То есть пальчиками сжимать и снимать. И промывать их после каждого использования. Инструкция не на русском. Но мне все в принципе понятно. Так. А это у нас... Это у нас открыточка. Открыточка вот такая интересная. У них на сайте очень много красивых оттенков. Нереально красивых. Я прям долго-долго выбирала. И сейчас мы будем с вами практиковаться. Сейчас откроем вот этот пакетик. Что у нас здесь? Еще один подарок. Это зеркальце. Представляете, вот такой вот привет-привет. Маленькое зеркальце. Вот такая вот прелесть. Спасибо. Очень приятно. Так. Теперь будем открывать линзы. Открывать коробочки. Смотреть, что, зачем и почему. И выберем с вами цвет какой-нибудь. Я извлекла все линзы. Открыла одну коробочку. Здесь у нас вот такой пинцет. Контейнеры для линз. И сами линзы. Плохо вам камера передает цвет. Здесь у нас, знаете, такая синяя оболочка у линз. Очень красивая. Можно немножко наблюдать. Они находятся в растворе. Каждая в своей упаковочке. Следующий. Здесь такой синий-серый контур. Девчонки, вот у линзы. Интересный. Вот эти безумно красивые. Это такая вот, не знаю, бирюза. И они там еще переливаются. И вот этот очень красивый оттенок. Вам передают почему-то темным. А так по контуру он синий. И внутри такой-то цвет морской волны. Что-то камера не хочет. Вот. Вот так. Так. Даже не знаю, с каких начать. Давайте, может быть, с вот этих и начнем. Я буду делать это впервые. Надеюсь, у меня все получится. Пожелайте мне удачи. Покажу вам результат. Покажу вам результат. А когда уже приловчусь, да, потому что наверняка сейчас у меня будут слезиться глаза, потому что я это делаю впервые. Я вам, возможно, и сам процесс весь засниму, тоже покажу. Так, ну что, я пошла. Запоминайте мой цвет глаз до. И у меня такие болотные. Яндарные, что-то. Не знаю, как правильно. Поехали. Попугай у вас, девчонки, с одним таким глазом, ярким, красивым. Господи, я измучилась. Не могу сказать, что у меня прям сильно слезились глаза. Немножко покраснели. А так, в принципе, все нормально. Но я очень долго пыталась ее надеть. В итоге посмотрела еще несколько обучающих видео. И поняла, что нужно лучше фиксировать глаз. Вообще все это начинать еще делать до макияжа. Обязательно нужно прификсировать вот так ресницы. Не просто века вытянуть, а прификсировать их как верхние, так и нижние. Второй рукой надевать. А еще там есть очень удобный прибор. Тоже потом только его заметила вместе с пинцетом. Яркие, да? Яркие, красивые прям. Они сами по себе такими не выглядят. Вот сама линда, когда надеваешь в глазик, уже прям очень ярко. Здорово. В общем, и еще что поняла. Не нужно сразу моргать. Когда начинаешь сразу моргать, она тупо вываливается. Она тупо вываливается, не фиксируется. Поэтому вот так держим реснички верхние, вот так нижние. Одеваем пальчиком или прибором, который там в комплекте. Ох, как ресницы зафиксировались. Водим глазом из стороны в сторону, потом немножко вниз. Но не моргаем, не захлопываем глаз. Потом опять в сторону, в сторону, немножко вниз. И тогда все. Она встает, хорошо получилось. Сейчас пойду второй одевать. Ну что, готово. Теперь уже не смотрится так странно, да? Глаза одинаковые. Все отлично, все супер. Мы начали с вами с самого яркого оттенка. Он безумно красивый, на самом деле. Я их ощущаю слегка на глазах. То есть я чувствую, что они есть, но никакого дискомфорта, ничего. Как бы все нормально, все отлично. Глаза не слезятся пока. Все супер, сейчас пойдем гулять еще проверю. Нравится. Но я столько промучилась. С первым глазом, второй всего лишь с третьей попытки. Надела первый, наверное, вообще 157-й. Поэтому, может быть, еще и ощущается. Но хотя нет, я их просто чувствую, что они есть. Но дискомфорта, боли какой-то там не колет никуда. Все отлично, все здорово. Они безумно красивые. Мне так нравятся. А потом будем с вами пробовать другие. И уже покажу процесс, как я их надеваю. Сегодня у нас с вами вот такой оттеночек линз. Это что-то типа серого оттенка. Я не могу понять, где здесь оттенок написан на упаковке. Но в любом случае я поищу и тогда подпишу. Так, ну что, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и поближе при естественном освещении и с легким макияжем показываю вам оттенок этого цвета. Мне очень нравится. Слушайте, вот тут уже поестественнее, нежели тот очень яркий такой. Это естественно, он такой, знаете, серо-голубой. Ну вот прям уже совсем натуральный. Смотрю на себя в зеркало. Непривычно, когда вы знаете цвет глаз. Вот так вот, кто увидит, мне кажется, смотрится очень натурально. Вот очень прям. Да, согласна, кстати, под светленькие глазки тяжело подобрать макияж. Действительно тяжело. Потому что теперь понимаю девчонок, которые говорили, что с коралловыми оттенками, с розовыми глаза смотрятся заплаканно. Наверное, это девочки-обладательницы светлых глазок, да? Потому что с карими у меня такого эффекта нет. Ну, они у меня и не карими, у меня вообще непонятно какие. Болотные. Вот. Первую все-таки с попытки десятой одела я. Десять дублей вам сняла. Попытки с десятой одела, но все нормально, все хорошо. И вторую с первого. Представляете, как здорово. Почему-то с первой так мучаешься, а вторую хоп, и сразу все. Тут самое главное, как я вам показывала, держать. И когда держишь, не моргать. Даже когда держишь, стараться не моргать. А водить вот так глазом по контуру. Посмотрели вправо, влево, вверх, вниз, вправо, влево, вверх, вниз. Он встает на место, все, линза встает на место, все нормально. Если моргнули, раз все, она выпадает. Вот. Поэтому надо прям постараться не моргнуть. Это, конечно, тяжело, но надо постараться, и все выходит очень достойно. Все классно, все супер. Прошлые линзы я весь день относила. Сухости или следствия течения никакого они у меня не вызвали. Вот сейчас утро, эти линзы тоже проношу до глубокого вечера, да. И потом вам расскажу тоже, как относились. Мне нравится. Лот номер три. Очень красивый, естественный оттеночек. Они такие синие, что ли. Безумно красивый. Очень. Мне кажется, вот так вот вообще мои глаза. У меня приблизительно такие глаза у папы такого цвета. И у Женьки. И у Ксюхи похож. Очень красивый цвет. Здорово. И здесь уже получилось практически мастерски со второго раза оба глаза. То есть вообще все идеально. Вот сейчас я практически не чувствую, что у меня есть линзы, да. Потому что получилось сразу. Я их долго пальцами там не заляпывала и так далее. Вот. Поэтому все здорово. В конце ролика я вам расскажу важные моменты вот именно в процессе надевания и снимания линз. На что надо обратить внимание, чтобы получилось быстро и для вас комфортно, да. Вот такой оттенок. Очень красивый. Мне безумно нравится. Мне кажется, он мне очень идет, да. Так эти линзы выглядят вне глаз. С вами остались одни только линзы, которые мы еще не пробовали одеть. Очень интересный такой оттеночек. Мне кажется, они будут яркими на глазах. Смотрите. Но я вам их покажу теперь как-нибудь в другом ролике. Постановочном, да. Будет интересно посмотреть. И ссылочки на сайт, где заказывала линзы и на соцсети продавца оставляю под видео. Главное правило. Когда мы с вами одеваем линзы, мы не моргаем. Как бы нам этого не хотелось делать. То есть мы отодвинули глазки, веки. Другой ручкой линзу, куда смогли, как бы в глаз туда их вставили. И не моргаем. Вот веки держим, не моргаем ни в коем случае. Если мы моргаем, она у нас вываливается. Это может продолжаться бесконечное количество раз. Поэтому стараемся прям вот не моргать. Туда-сюда, туда-сюда поводили глазами, глазным яблоком, да. Все отлично. Она встает очень быстро на свое место. Но если мы моргнули, она вываливается. Вот это самое главное правило. И чтобы руки обязательно были чистыми. Обязательно. Мы моем руки с мылом, ни в креме, ни в чем. Потому что тогда линзы будут ощущаться на глазах дискомфортно. Вы заляпаете их, вы будете их ощущать на глазах. Идеально чистые руки помыли, сходили с мылом, вытерли полотенцем, которое не оставляет, ну, вафельным, например, ворс на руках. И все. И пошли одевать. Если у нас линза упала, мы опять ее кладем в раствор. Руки у нас чистые. Достаем, пробуем еще раз. Всем удачи, пробуйте, экспериментируйте. Ссылки все под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.